Бывает, что разговор с клиентом не клеится. Вы либо слышите односложные ответы, либо вообще на лицо нежелания клиента продолжать разговор. Упорствовать и настаивать в этом случае бесполезно. Ваше активное поведение собеседники могут счесть за навязчивость или давление, а этого никто не любит. Поэтому в лучшем случае ваш разговор может закончиться тем самым уклончивым, вроде бы да, которое на самом деле означает вежливое нет, либо полным нежеланием иметь с вами какие-либо дела в дальнейшем. Итак, как вы уже поняли, грубые силы и свои цели не достичь. Значит ли это, что можно просто отказаться от этого клиента? Безусловно, нет. Необходимо лишь поменять тактику. Что же нужно сделать? Используйте проверенный прием, который я называю «что если». Это прекрасный способ поддержать разговор и перевести его в нужное русло. При этом у вашего собеседника не появится ощущение, что его допрашивают с пристрастием, или что ему пытаются навязать чужое мнение. Например, можно сказать, что ипотека – это невыгодно. Гораздо выгоднее приобретать имущество с помощью жилищного кооператива. Это заявление может не соответствовать представлениям человека о покупке недвижимости. И самое интересное. Будь вы трижды правы, он не согласится с вами по одной простой причине. Его мнение – это его мнение, а значит оно правильное. А все остальное значения не имеет. Люди всегда будут считать лучшим, истинным, правильным все то, что их. Любой спор с попыткой доказать их неправоту приведет лишь к недовольству и неприязни. А теперь послушайте другое утверждение. Что если есть более выгодный способ приобрести свою квартиру, чем ипотека? Как по-вашему, стоит ли о нем узнать подробнее, чем переплачивать банку еще за две квартиры? Или, что если вы хотите купить квартиру, о которой давно мечтали? И вдруг узнаете о том, что ее можно приобрести в два раза дешевле, чем через ипотеку. Использовали бы вы эту возможность или нет? Я думаю, принцип вам понятен, и вы сами сможете подобрать подходящие вопросы на основе «что если». Этот простой прием подходит и для того, чтобы деликатно намекнуть собеседнику, что возможны варианты, которые для него гораздо выгоднее. При этом человек сам додумается до вашего решения. Он будет считать его своим, а поэтому самым лучшим. А себя он уважает еще больше, потому что, как оказалось, он оказывается еще находчивее и умнее. Используйте этот эффективный способ, чтобы налаживать отношения с людьми. Постоянно практикуйтесь, и вы увидите, что люди гораздо охотнее соглашаются с вами, когда вы вместо споров помогаете им самим принять правильное решение. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok